Друзья, я всех рад приветствовать! Мы находимся на родмере Криминальная Россия сервер номер один. Наверняка многие из вас спросят, что я делаю в непонятном царском помещении в какой-то клетке на сцене рядом с пианино. Знаю, ситуация выглядит странно, друзья, но кто не смотрел позапрошлый ролик, как мы организовывали штурм особняка Дона Корлеона и всех этих бандитов, обязательно посмотрите, потому что именно там штурмгруппу штурмовала мафия. Итальянская мафия, которая взяла в заложники нас и здесь вот этих ребят и меня держат уже неделю. Товарищ генерал, поверьте мне, он понимает, что мы пропали. Люди исчезли и наверняка там что-то за стенами этого особняка есть, но при этом до сих пор нас никто не освобождает, как будто бы ничего и не произошло. Мы пропали и все, и всю неделю, друзья, нас, конечно, плохо кормят. Ребята спарились уже в этих комбинезонах, всем уже надоело здесь сидеть. И лишь Дон Корлеоне иногда приходит и посмеивается над нами. Он смотрит нам в лицо, Дон Корлеоне, лидер итальянской мафии, который все это затеял. А мы лишь хотели исправить ситуацию, мы хотели просто задержать всех этих бандитов, чтобы впоследствии не было проблем, потому что были уже угрозы. Полковник, тебя хочет видеть Дон Корлеоне. Идем. Что? Наконец-то я выйду из клетки? Выпускай. Друзья, когда неделю сидишь вот здесь, уже, я не знаю, готов все отдать, лишь бы просто выйти, наконец-то. Я не вижу эту решетку. Парни, парни, я приду за вами. Я приду за вами. Не указывай им. Они агрессивные, друзья. И охраняют нас агрессивно. И кормят ужасно, максимально. Где Дон? Давайте поговорим. Попробуем уладить ситуацию. Я не скажу, что Дон здесь победил, друзья. Да, кто-то вот говорит, что мы там неправильно организовали штурм группу. Возможно. Согласен. С нашей стороны есть ошибки. Но штурманув нас, они, вся итальянская мафия эта, ровным счетом, на самом деле, ничего не добились. Что с этого? Что с этого? О боже мой. Это что еще такое? Что вы здесь забрикадировали вход? Вход? Серьезно? Они мебель пустили. Вход? Ничего себе. А кто боится? А кто прячется, как крыса? А? Кто у нас здесь крыса? Дон Карлеоне. Ну что? Ты эту жизнь хотел прятаться, да? Хотел? Вот и он. Привет, привет, Дон Карлеоне. Ну и что? Этой жизни ты хотел? Посмотри, ты больной, тебе в больницу надо. Тебе в больницу, а не вот в эти игры играть. Что у вас там? Стиралка, кровати какие-то, диваны. Вы боитесь, что к вам ворвутся еще одна группа? Ты наверняка считаешь меня сумасшедшим, полковник. Не правда ли? Но скажи мне, что я сделал такого, чтобы меня таковым считать? Ты сумасшедший только лишь потому, что решил штурмовать штурмгруппу. Вас всех застрелить могли. Вы сами пришли в мой дом, вторглись в него, а я его просто защищал. Знаешь, я никогда ничего не крал у честных людей и всегда жил по воровским понятиям. А ты решил наказать меня непонятно за что, да еще и сосунком назвал. А ладно тебе, вот давай еще за слова придираться. Ну сказал по телефону лишнего, согласен. Надеюсь, я явно стал понять, кто тут из нас сосунок, а кто нет. Окей, хорошо, я согласен. Штурмануть штурмгруппу, это было реально за пределами фантастики. Они справились, хорошо, внезапный маневр был. Конечно, ты прав. Против власти, против тысячной армии я не могу пойти. Ну тогда, тогда давай все решим мирным путем. Зачем ты нас здесь держишь? Зачем ты запарикодировал окна, двери все? Чего ты боишься, Дон Карлеоне? Давай решим вопрос мирным путем. Отпусти. Отпусти просто всех и все. Давай на этом сойдемся. Мы там договоримся, может тебе срок немножко поменьше сделаем. Хотя, мне кажется, меньше не получится после того, что он сделал. Пойдем-ка за мной. Я тебе кое-что покажу. Что ты мне хочешь показать? Дон, давай без шуток. Пожалуйста. Ты мне и так уже показал. Я уже вижу вот эту забарикодированную дверь. Мне уже, в принципе, становится все понятно. Сейчас ты увидишь, к чему это все привело. Дон, давай без шуток. Ты хочешь что-то плохое сделать или что? Дон, что ты хочешь? Дон, отпусти ты этих ребят. Они вообще ни в чем не виноваты. Вот я стою перед тобой. Возьми меня в заложники одного. Их-то отпусти. Сейчас ты все сам увидишь. Смотри на телевизор. На телевизор? Дон, ну не время телевизор смотреть. Ну что ты опять придумал? Ты мне чем-то удивить хочешь? Ну давай, удиви, удиви. А теперь переходим к главной новости к этому часу. В особняке олигарха, известного о мусских кругах, как Дон Корлеоне, удерживается группа спецназа, которую взяли в заложники. По нашей информации, генерал полиции Виктор Норкин уже связался по телефону с террористами. В эти минуты на месте рядом с особняком работает наш корреспондент Антон Петрушко. Передаю ему слово. Антон? Я вообще с этого... Да, добрый вечер, добрый вечер, Николай. Да, да, действительно, действительно так и есть. Сейчас за моей спиной готовится военная спецоперация по освобождению заложников. Мы даже послушали разговор генерала полиции Норкина с террористами. По нашей информации достоверно. Они требуют самолет, две подводные лодки и пиццу Дон Бекон. Сейчас я даже постараюсь, на ваших глазах попробую взять интервью у генерала Норкина. Господин генерал, можно, пожалуйста, плиз, можно на пару слов? Здесь съемка видео запрещена. Я просто... Камеру вырубали на... Сейчас на бутылку пос... Да, возникли технические неполадки. Спасибо, Антон. Это был наш корреспондент с места события Антон Петрушко. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь, пока. Ха-ха! Да! Ну ты видишь! Ну ты видишь, к чему ты привел! Вот, а я тебе о чем говорил? Вот, видишь, к чему все привело. Ты этого хотел? Это... Получается, эффект матрешки какой-то. Вы в нашей ловушке, а мы в их. Вот именно! Так давайте сделаем обмен. Все останутся живы. Все, военные работают. Нас не забыли! Господа! Там даже танк был в репортаже. Танк! Господа! Вы знаете, просто один выстрел. Все, особняка нет. Но пока мы здесь, лучше, конечно, не стрелять с него. Ну все, все. И теперь я доволен. На самом деле, спасибо. Спасибо, что показал. Я даже начал верить в то, что нас точно освободят. Ну, вот и конец. Считай, Дон Карлеона. А по-другому никак. А ты что ожидал? А? Группу штурма взять. Ты не ставил нам выбора, полковник. И живым я им в любом случае не дамся. Дон, не надо. Ты сам сказал, что ты не сумасшедший. Не надо. Не придумывай, пожалуйста. Давай просто завершим это мирно. Мы с тобой разойдемся по-хорошему. Мы посадим тебя всего лишь лет на 50. Ну, у тебя есть возможность все исправить. У тебя, слышишь, полковник, ты выйдешь к ним и скажешь, что это все были учения. Поблагодаришь их и отправишь на базу. Что? И это твой план? Дон, ты серьезно? После того, что ты сделал, ты хочешь, чтобы я сказал, что это все были учения? Ты посмотри, какой он продуманный. А ведь это реально может сработать. Это реально может сработать. Дон. Я понимаю, что ты хочешь выйти чистым из воды. Сухим, вернее. Но я, Дон Карлеоне, в твои игры не играю. И играть не собираюсь. Я думаю, тебе нужно это уже усвоить. Ты до сих пор не понял серьезности всей ситуации. Ты хочешь убить весь свой отряд? А зачем его убивать? Зачем? Дон, зачем вообще трогать этих людей? Это их работа. Это их служба. Ты думаешь, я шутник? Джокер или кто? Я похож на клоуна. Нет, никто не говорит, что ты клоун. Просто надо как-то разумнее подходить к этому. Пошли за мной. Дон, ну прекращай. Я не буду. Зачем вы вывели? Зачем вы его вывели? Отправьте обратно. Что вы делаете? Не надо целиться. Ну и для чего? Скажи мне. Дон, прекращай. Давай обратно в клетку его. Как думаешь, полковник, сколько стоит его жизнь? В данном случае, наверное, бесценно, я думаю, скорее всего. Но, Дон, ты не такой человек. Ты не будешь убивать. Интересно, что сейчас его жизнь зависит только лишь от тебя. Нет, 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 нет. На меня перекладывать не надо. Дон, только вот давай на меня это все не перекладывай. Я его жизнью не управляю. Сейчас вы управляете конкретно. Неужели он жил только лишь для того, чтобы вот так, как собака, умереть на этой сцене? Дон. Дон. Успокойся, все. Поигрался и хватит. Убери пушку. Убери пушку, Дон. Ты этого не сделаешь. Успокойся. Дон, давай поговорим. Слышишь? Давай поговорим. Дон. Посмотри, какой агрессивный, а? Ну и что, ты его убьешь? Ну и посмотри ему в глаза. Дон. Ты чего? Какого черта ты сделал? Зачем? Зачем ты в него стрельнул? Дружище. Ты живой? Ты живой? Братишка? Братишка, Дон сумасшедший. Вот теперь я понимаю, что Дон сумасшедший. Живой еще. Врача, врача, позовите врача срочно. Позовите врача кто-нибудь. Ты знаешь, что делать? Куда он пошел? Куда Дон пошел? Какого черта происходит? Давай врача. Что ты стоишь? Быстрее. Есть врачи среди вас? Быстрее. Нужно помочь ему. Он сейчас сдохнет. Дружище, держись. Держись. Сейчас врачиха придет. Сейчас врачиха придет. Ну что стоите? Вы этого добивались? Вы что, будете ждать, пока он здесь кровью истечет или что? Добивай его. В смысле добивай его? Хочешь, чтобы я его добил? Дурак что ли? Чтобы я... Что? Пистолет... Это мне? Иначе пострадают все. В смысле все? Подожди, ты мне дал пистолет в руке или что? Ну-ка. У меня есть один патрон. Серьезно? С чего это все пострадают? Я не буду его убивать. Я тебе сразу об этом говорю. Ты думаешь, я своего напарника выстрелю? Ты в своем уме кукухой тронулся что ли? Да чего ты ждешь? Да ничего я не жду. Я жду, пока врача вызовут ему. Врача лучше позови. Не говори ерунду. Я стрелять не собираюсь. Еще раз говорю. Стреляй. Да не буду. Нет. Нет. Сейчас. Чтобы потом жить с этими спать всю жизнь. Нет, конечно. Я не буду. Иначе пострадают все. И ты тоже. Да никто не пострадает. Да он не будет ерундой такой заниматься. Слово полковника. Стрелять не буду. Это понятно? Стреляй, сказал. Это урок от Дона. Он сказал убить всех. Если ты не выстрелишь. В смысле всех? Эй, да не трогайся. Ты серьезно сейчас? Ты не врешь? Стой, стой. Не стреляйте. Не стреляйте. Стойте. Не надо. Не трогайте парней. Не трогайте. Все, я понял. Я тебя услышал. Я тебя услышал. Все, ты не шутишь. Хорошо. Блин, брат, прости. Прости, братан. Не веришь? Сами не спроси. Не пойду я. Все, я понял. Не стреляйте. Все, ладно, ладно, ладно. Ладно. Дай мне хоть собраться. Слышишь? Дай мне собраться. Убей эту псину. Она заслужила это. Все. Дай собраться. Тихо. Тихо. Дружище. Я вынужден. Я вынужден, чтобы спасти вот этих вот ребят. Чтобы спасти вот этих. Запомни. Ты служил. Не зря, братья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один патрон. Но я не мог убить своего. Я просто не мог это сделать. Зато помер тот, кто называл его собакой. Тот, кто называл его крысой. Дон! Дон, он сам виноват. Тоже мне нашел, Дон, кому доверить один патрон. Ты серьезно? Не сделаешь ты. Сделаю я. Субтитры создавал DimaTorzok Дон, за что? Ну за что? Что? Слышишь, нас еще три. Дон! Не надо их! Их не надо! Ты чего? Все, я все понял? Дон, я все понял. Не надо. Нет, 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 нет. Я все понял. Не стреляй! Не стреляй! Дон, оставь их! Оставь, пожалуйста, Дон! Не надо... Огонь! Господи, ранило кого-то? Живые остались. Что? Вау! Да они под богом ходят. Ни одна пуля не зацепила. Все в решетку. Дон, ты с ума сошел? Ну зачем ты так? Ребят, реально не зацепила вас? Не зря икону купил. Молодцы, ребят. Держитесь, держитесь. Все, я тебя услышал. Я тебя услышал и понял твои намерения. На решетку давай. Все, понял. Я пошел. Открывай, открывай, открывай. Ребят, целые. Реально, пули отрикошетили? От решетки? Охренеть. Дон, Дон, давай договоримся. Я готов говорить. Все. Раз ты мне не поможешь, я сам себе помогу. По крайней мере, у меня есть план Б. Завтра будет судный день. Отдыхай. Вы что творите? Вы что творите? Он же и так уже мертвый. Судный день. План Б. Что еще он придумал? Надеюсь, в этот план Б, друзья, не входим мы. К сожалению, мы потеряли одного спецназовца. По крайней мере, друзья, день закончился не только трупом с нашей стороны. Ну и, как видите, трупом с их стороны. Но это уже кровь. Друзья, проливается кровь и здесь прощения никому быть не может. Посмотрим, что будет дальше, друзья. А я напоминаю, что все события, которые вы видели, происходят на первом сервере Радмира Криминальной России. Ссылочка в описании есть, кто еще здесь не играет. Обязательно приходите и не забывайте нажимать кнопочку М. Далее вниз, активировать код и вписывайте промокод МАКСДИП. По достижению 4 уровня получите от меня денежку. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»